привет капитаны в эфире fw channel канал где изучают корабли потоки новостей последних дней не все заметили события которая практически нигде не освещалась добавление в игру двух новых уникальных японских командиров причем уникальность их не декоративная как это последнее время часто бывает они обладают реально усиленными навыками по сравнению с обычными и для кораблей японии это вполне себе неплохой об особенно для некоторых из них в нашей игре флот японии получил уникального командира одним из первых разумеется после приоритетного американского стивена сигала которого потом переименовали этот первый уникальный японский командир ямамото но он же на несколько долгих лет стал и последним в то время как другим нациям давали довольно крутых уникальных командиров у японии кроме ямамото никого не было и вот сейчас ситуация наконец-то частично исправляется частично потому что у новых командиров улучшенные навыки но нет талантов поэтому на фоне какого-нибудь советского кузнецова они смотрятся конечно бредновато тем не менее по сравнению с тем же ямамото во многих случаях они даже лучше к тому же одного ямамото на все корабли не хватит сильный недостаток ямамото в том что его мощнейший талант второе дыхание срабатывает довольно редко нужно получить кракена да и талант скрытые резервы активируются далеко не в каждом бою так как для него нужно получить первую кровь а без этих талантов его усиленные навыки не так уж и полезны для многих кораблей так дополнительные 15 процентов вероятности профилактики вообще сложно оценить адекватно так как это очень сильно завязано на рандоме и разница между стандартными 30 процентами и усиленными 45 в игре не ощущается улучшенный мастер наводчик полезен только для линкоров и некоторых крейсеров с медленными башнями а для эсминцев и авианосцев таки вообще бесполезен и вот в последнем патче в игру наконец-то добавили двух новых уникальных командиров семейства сузуки которые могут стать неплохой альтернативой ямамото для линкоров и крейсеров особенно с учетом того что ямамото на всех не хватит а для эсминцев и авианосцев эти капитаны и вовсе в большинстве боев будут лучше чем ямамото теперь разберем что это за усиленные навыки во первых специалист противоаварийных и ремонтных работ вместо стандартных трех процентов получает 4 кажется что это мелочи но до реформы навыков подобный перк стоил два очка вместо одного сейчас и давал пять процентов и успешно применялся в некоторых сборках линкоров поэтому четыре процента за одно очко уже выглядит вполне разумной альтернативой перку профилактика так как какому-нибудь ямато или шикишими башни выбивают редко и без перка а вот бонус 9 процентов с флажком к ускорению перезарядки ремки и хилки может оказаться полезнее профилактики следующий усиленный перк мастер борьбы за живучесть для крейсеров который будет давать плюс 400 за каждый уровень вместо 350 здесь следует напомнить важную вещь что уже совсем скоро этот навык изменят и он будет давать для всех командиров 450 очков а для улучшенных 500 таким образом например зао на 10 уровне получит с этим уникальным кэпом прибавку целых 5000 боеспособности плюс небольшую прибавку к хилки что делает этот перк не просто не бесполезным а практически безальтернативным следующий усиленный перк мастер борьбы за живучесть для эсминцев дающий 400 очков вместо 350 наконец-то японские эсминцы дождались своего овечкина которого я сажаю на все американские эсминцы так как прибавка 500 очков к боеспособности эсминца на десятом уровне не то что лишнее не бывает а порой и решает в боях особенно для эсминцев с мощными торпедами которые даже при минимуме оставшихся очков боеспособности остаются не просто вполне играбельными но даже становятся еще и злее за счет раскачки торпед отчаянным поэтому это просто безальтернативный навык и капитан для японских эсминцев тоже касается и авианосцев японии вместо редко применяемого таланта ямамото то есть некого журавля в небе который и срабатывает редко а когда срабатывает то уже редко что-то реально решает так как бой заканчивается мы получаем надежную синицу в руках опять же аналог овечкина для авианосцев японии так как усиленный навык сузуки дает плюс 30 очков за уровень вместо стандартных 25 у меня овечкин летает на всех американских авианосцах так как дополнительные очки к живучести самолетов пусть и не сильно влияют но они реально работают буквально при каждой атаки теперь такой же незаменимый командир появляется и на авианосцах японии стоят эти командиры не так чтобы очень дорого 1500 дублонов или 35 тысяч угля сложнее их прокачать до 21 очка чем купить но они реально полезны для линкоров и крейсеров а для эсминцев и авианосцев и вовсе без альтернативы пусть их вкладки небольшой но в реальных боях решает каждая мелочь особенно если речь идет о боеспособности так что рекомендую обратить внимание на этих японских товарищей которые являются по сути небольшим апом многих японских кораблей которого уже не было несколько лет обязательно подписывайтесь на наш канал и прожимайте колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного я же желаю всем удачи крепкого здоровья и до новых встреч в эфире с вами был супер